Более трех тысяч школьников посетили открытый урок, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Праздничное мероприятие прошло в подмосковном городе Видное. Там провели и научно-практическую конференцию с участием педагогов и духовенства. Екатерина Ходосевич продолжит. Конференция во дворце спорта города Видное собрала более ста участников. Преподаватели основ православной культуры и истории, представители благочиней Московской области и духовенства приехали, чтобы поделиться опытом и поговорить о наследии равноапостольных Кирилла и Мефодия. Открыл мероприятие управляющий Московской епархией митрополит Крутицкий Коломенский Ювеналий. По его словам, День славянской письменности и культуры для нашей страны особенный, не только по общественному статусу, но и по духовному значению. Значение его заключается в том, что просветителями славян была создана письменность, сделавшая возможной проповедь евангельского учения Иисуса Христа. Его распространение нашло горячий отклик в сердцах наших древних предков, находившиеся до того в плену заблуждений язычества. Областная конференция проходит уже в 13-й раз. За ней традиционно следует открытый урок для учащихся седьмых-восьмых классов под названием «Духовные родники Подмосковья». В этом году к нему смогли присоединиться школьники по всей России. За все это время у нас больше 40 тысяч человек участвовало в этом мероприятии. Но сегодня это было еще масштабнее, потому что у нас этот урок транслировался онлайн, и больше 200 тысяч человек его смотрели. Тема урока «Свобода, семья, счастье». С помощью театральной постановки участникам рассказывали о семейных ценностях, о значении церкви и о том, что такое настоящая свобода. «Говорим о том, что настоящая свобода – это свобода в семье, свобода среди любящих людей. Это то, что делает человека счастливым, по большому счету. Мы сегодня построили урок именно на том, какие есть примеры отцовства, какие есть примеры крепких семей в истории России». Урок в таком формате не за партой, да еще и с концертной программой – тоже счастье для любого школьника. Не все дети, конечно, смогли усидеть до конца, но что-то важное для себя точно узнали. «То, что надо помогать людям, не проходить мимо людей, думать о других, помогать тем, кто физически нездоров». «Я приезжаю уже второй раз. Мне очень нравится. Само мероприятие очень интересное, очень полезное. Атмосфера хорошая, программа хорошая. В основном здесь заинтересованы только люди, которым, правда, это интересно, не отвлекаются, не шумят». День славянской письменности и культуры россияне отметят 24 мая. А главные праздничные мероприятия, богослужения, фестивали, выставки в регионах уже начались.